С начала года в Индии почти 50 человек были разорваны разъяренными толпами. Причина в нескольких сообщениях в WhatsApp. Как так вышло, что десятки людей погибли из-за лживых доносов? Будем разбираться. Девушки отдыхают. На рынке что-то спросил у маленькой девочки, и наученные WhatsApp-ом местные жители сразу поняли, детей приехали воровать. Чужаков избили. Выжило двое. В этом же штате, кстати, недавно полиции пришлось спасать семью из пятерых человек с двухлетним ребенком от толпы в несколько тысяч буйных индийцев. Таких случаев полно. Например, недавно в штате Тамилан 55-летнюю женщину забили насмерть. За что? Да за то, что она конфеты раздавала детям. Да вот в штате Ассам двое мужчин приехали в деревню спросить дорогу. Их тоже забили, потому что они те самые чуваки, о которых рассказывалось в WhatsApp, которые воруют детей. Потом, естественно, выяснилось, что никаких похитителей детей там отродясь не было. В чем причина? Да местные жители просто одержимы своими смартфонами. Даже самый бедный индиец считает своим долгом купить себе модный девайс, тщательно сравнивая характеристики новых устройств. Кроме того, в стране потрясающе дешевый интернет, а местные производители рады стараться. В систему, помимо английского и хинди, они добавляют кучу местных диалектов. Вот и получается, что у самого темного и необразованного индийца есть выход в интернет и доступ к смартфону. Уровень сетевой грамотности у них ожидаемо невысок. Вот они и верят во всю эту околесицу, про иголки в жвачках и про расхитители детей. У этого, кстати, есть и милая сторона. Индийцы каждое утро рассылают друг другу миллионы открыток с пожеланием доброго утра. В этом даже замечен премьер-министр Нарендера Моди. Он специально встает пораньше, посылает коллегам открыточки и расстраивается, если ему не отвечают. Но есть вот, конечно, и сторона темная. А что же делают местные власти? Ну, они, например, вот создают специальные штабы, где отслеживают появление слухов еще до начала их распространения. Или раздают листовки, где пишут, что, знаете, вот в соцсетях часто врут. Или полицейские иногда, например, приходят на митинги этих разъединенных индийцев и уговаривают их разойтись и утихомириться. Кстати, недавно власти штата Трипура придумали классный способ. Наняли специального человека, который ходил по деревням и рассказывал, слушайте, слухи-то бывают лживые. Но его, конечно, забили палками. Тогда на востоке штата отключили смс-ки и интернет. Работает это все, конечно, из рук вон плохо, учитывая, что полицейские сами иногда не прочь принять участие в погромах, ну, чтобы надавать тумаков, например, тем же мусульманам. Полицейские не только плохо подготовлены, их еще откровенно мало. Всего лишь 138 на каждые 100 тысяч человек. То есть вдвое меньше, чем рекомендует ООН. Пока Верховный суд требует от парламента принять закон против линчевания и валит всю вину на WhatsApp. Ну, конечно же, виноват западный бездуховный мессенджер, а не собственная высокодуховная полиция и власть. Сейчас вот потребовали назначить специального человека, который бы отвечал за все жалобы. Ну, владельцы мессенджера пока лишь сделали только одно. Они ввели специальный значок, который показывает, что сообщение о страшных похитителях детей не написано вашим родственникам, а всего лишь им переслано. Сторонники погромов даже используют пропаганду у властей против них самих. Они, например, берут социальную рекламу, где говорится об опасности похищения детей, отрезают последнюю часть, ну, где говорится, что это, собственно, рекламный ролик, и рассылают это в WhatsApp. Вот, пожалуйста, смотрите, детей похищают посредь бела дня. Вообще, индийские изверства — это частный случай огромной глобальной проблемы распространения недостоверных, то есть фейковых, новостей. Вот совсем недавно наши с вами сограждане после страшного пожара в Кемерове легко поверили версию о трех сотнях погибших, которую распространял всего лишь один не слишком влиятельный блогер. Преступники с помощью вранья, фейков и доверчивых людей обрушивают биржи, вмешиваются в американские выборы, воруют миллионы, ну и вот обрекают людей на смерть. И ведь самое интересное, что никто не знает, что с этим всем делать. И огромные корпорации, и целые государства оказываются беззащитными перед несколькими лживыми сообщениями, помноженными на усилия миллионов безграмотных людей. Казалось бы, очевидный ответ — найти и покарать автора фальшивых сообщений. Но, к сожалению, не все так просто. Вот согласитесь, вы вряд ли покажете все свои чаты товарищу майору в обмен на эфемерное обещание безопасности. И вот как соотнести тайну переписки и защиту от фейков — большой вопрос, на который, к сожалению, пока никто не может дать ответа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok